привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня буду готовить вот такое вкусное это крыса хорошая крыса она весит 4 килограмма 300 грамм я давно хотел приготовить именно крыску это нутрия она очень вкусная мясо у него обалденно пахнет я такого аромата конечно не слышал но очень хорошо настоящий аромат крысы внутри она с печеночкой здесь еще есть легкие очки все что нужно и конечно же лапка чтобы вы знали что это не настоящая крыса а культурная которая очень вкусная и аппетитная вырезаем печеночку огромная печенка почти такая как у молодого ягненка . 1 . есть вот только еще жирка внутри есть раскрываю диафрагму за диафрагмой еще очень красивые легкие вот такие светло-оранжевые а к легким еще прикручено сердечко вот она сердце и легкие ням-нямка а вторая почка убежала или просто была всего одна почка сейчас я разделаю нутрию на части также как из барашка я срезаю вот эту брюшинку нутрия очень жирная специально покупал большую нутрию чтобы она была очень упитанная вот столько жирка везде класс замечательно точно также здесь красотка я возьму вот эту внутреннюю часть это филе вырезаю и сейчас разделяю тушку на две половины так легко и удобно разрезать эту тушку как будто бы маленький барашек но очень легко все делает вот передняя часть и задние лапки отрезаю задние ноги жирок обалденнейший жирок как бы так красиво их отрезать а так да это не баранье ноги хорошо и 2 вот это еще есть вот такой деликатес очень вкусный класс интересно кому он попадется остались еще окорочка таз и вот здесь филешка делаю разрез вдоль позвоночника и аккуратно пробую вырезать филе с косточки дошел до таза вот здесь начинается тазовая кость сейчас ее так обратно обрежу и немного срезаю еще от мяса с бедра вот такой красивый кусочек получился пока все отодвигаю в сторону и разделываю переднюю часть срезаю немного жира ого жирок красивый и здесь делаю разрез по плодине ребрышки лопатки задние ноги и вот то что я вырезал филейку задняя нога я из нее вырезаю косточку вот столько косточек получилось из крыски внутри я не буду из них делать бульон я их обжарю и протушу ребрышки я режу на небольшие порционные кусочки или просто кусочки брюшину я режу на небольшие куски поперек волокон отделяю легкие от сердца отделяю легкие от бронхов и трахеи почка и печеночка печеночка очень нежная поэтому если снимать не пленка на все вот так разлазится пленочку я с него не снимаю а режу на красивые и аккуратные кусочки вот такие теперь займусь приготовлением филе тоже срезаю лишний жирок снимаю вот эту верхнюю пленочку которая покрывала спину пленочку я буду тушить вместе с косточками на филе вот здесь есть сверху тонкий слой вкусного жирка а под ним вот такие пленки толстые и которые будут плохо жеваться я не буду снимать эти пленки и вырезать чтобы сохранить жирок и мяско при жарке будет именно сочным а потом уже мы эту пленочку просто оставим и не будем ее кушать когда нутрию я уже раздел на кусочки оказалось там не так много мяса как мне показалось вначале поэтому в одном пульке у меня косточки из кристалл весь корпус я обрезал и заморожу их чуть попозже я их буду тушить чтобы их скушать вторая часть это ребра и брюшина это все пойдет в заморозку а сегодня я все-таки приготовлю сразу и филе и печеночку то есть потроха и задние ножки растоплю немного жирка изнутри обжариваю кусочки внутри на растопленном внутренном жире темпера за все вроде умеренная но корочка золотистая получается мяско нежно чтобы его не пересушить если где-то попадаются куточки жирка я его так аккуратно снимаю Внутри обжаривается, а я пока попробую тшенись на диспиле. Ммм, хорошо, из кварочки, из внутреннего жирка с твойкой. Ммм, да, очень вкусно, почти как с бараньей, обалденно. Друзья, как сделать вкус на зерновые дистилляты, ссылочка вот здесь вверху. Чтобы сохранить вкус и аромат нутрии, я буду использовать только черный перец. Чтобы узнать, сколько времени тушится нутрии, я отрежу кусочек мяса из передней ножки. Мясо еще вот такое розовое, то есть сырое. Попробую. То есть она уже готовая. Совсем чуть-чуть и будет все классно. Выкладываю все кусочки мяса опять на сковороду. Я делаю самый маленький огонь под сковородой, для того, чтобы мясо только-только прогрелось до температуры 75-80 градусов, чтобы оно там очень легко доходило. Кусочки филе я смажу оливковым маслом. Часик-два мяско помаринуется, и я начну его готовить. Я вытопил еще немного жирка, и теперь начинаю жарить филешки. Чтобы поджарить печеночку, я использую часть жирка, который вытепился из нутрии, и часть растительного масла. Пока потрошка обжаривается, я возьму и смельчу немного белого отвертка. Печенка настолько нежная, что очень быстро она жарится. Пшеничка. Ой, как хорошо. Печеночка и потроха. Конечно же, оно всегда вкусно, но попробовать печеночку из крысы... Ммм... 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 Да. Печенка всегда вкусная, очень нежная. Класс. А вот это... Вот это именно филешки. Маленькие кусочки. Это внутреннее филе. Жарилось внутреннее филе, ну, максимум 2 минуты. Внутри... Еле-еле маленькая такая розовинка, но мягкая, вкусная. Ммм... Ммм... Оно даже мягче. Удивительно. Очень вкусно. Ну, смотрите. Вот эти кусочки, которые потолще, они намного мягче, чем внутреннее филе, которое должно быть вообще идеальное. Мясо классное, настолько аппетитное. Именно жирок здесь такой хороший, поджаренный, как будто бы шашлычок из свининки и жирок такой золотится. Очень вкусно. А вот здесь, в сковороде, это то, что я тушил. Здесь и передние ноги, и задние ноги. Тушилось оно минут 25-30, еле-еле на маленьком огне. Вот я его сейчас и попробую. Какой-нибудь кусочек. Ммм... Ммм... Угу... Пальчики я ближе. И даже я вам скажу, друзья, вот это, которое тушеное, оно намного интереснее по вкусу даже, чем филешки. Поэтому я не знаю, какой способ выберете вы для приготовления. Но все раз только мягкое. Готовится очень быстро, легко и просто. Здесь не было ни чеснока, ни лука. Я специально эти вещи не добавлял, чтобы можно было почувствовать настоящий вкус внутри. Потому что многие люди переживают и опасаются, как это животное можно кушать, какого оно вкуса. Мясо очень вкусное. Конечно, я не буду ни с чем его сравнивать. Класс! Просто супер-супер мяско. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня это самое спокойное место.